Вот так сегодня выглядит дом семьи Бацукиных. Большая вода в конце сентября не пожалела ни стен, ни кровли. Ковры, диван и остальную мебель, рассказывает хозяйка Елена, нашли только на следующий день после удара стихии на соседнем участке. Впрочем, теперь эти вещи можно только выкинуть. Жить в доме тоже нельзя. Историю о том, как они с мужем встречали нагонную волну, Елена вспоминает неохотно. Самое главное, что остались живы. Эмоции о случившемся уже прошли, теперь нужно начинать новую жизнь. Настроение отличное. Очень много обещают нам и делают. Помощь огромная от МЧС, или как эти организации называются, волонтеры здесь, МЧС. Все это отлично. После удара стихии в Ясинской переправе аварийными признаны 15 домов. Но без крыши над головой люди не останутся. Все, кто был прописан в этих домах, получат сертификаты на новое жилье. И выбрать его они могут в любой точке России. На каждого члена семьи по закону полагается 18 квадратных метров, рассказывает на встрече с местными жителями Александр Ткачев. Губернатор приехал сегодня, чтобы оценить ход восстановительных работ в поселке. Своим мнением по этому поводу делятся с главой края сами сельчане. Я низко кладусь от всех пострадавших и выражаю вам огромное спасибо за ту слаженную оперативную работу, которую проделана в нашем поселке. И я даже вот сейчас приезжая поселок, скажу вам, что он сейчас, вот сегодня, в настоящее время выглядит даже лучше, чем он был до потопа. Это наша работа, мы, безусловно, должны ее выполнять. Мы планируем здесь поставить навсегда пост, не только электронный пост, но и людей, которые будут наблюдать, смотреть в режиме онлайн, 24 часа в сутки, за морем и так далее. Так будет надежнее. В том числе у нас есть понимание, какие объекты в первую очередь нужны. Школа мне тоже не очень понравилась. Обязательно. Но самое главное сегодня привести в порядок пострадавшее жилье сельчан, подчеркивает губернатор. Для этого краевые власти оказывают материальную помощь. Сейчас больше двух тысяч человек уже получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Также люди начали получать краевую компенсацию по 50 тысяч. Впереди федеральные выплаты. Губернатор подчеркнул, каждому человеку необходимо прийти в дом и узнать, получили ли они эти деньги. Вопрос должен быть на контроле как у краевых, так и у муниципальных властей. Волонтеры работали в Василковского района и Новороссийск. Ну, не знаю, ну, ребята, ну, молодцы. Кубань не бросила вас, да? Нет, Кубань не бросила. Я думаю, что она в дальнейшем не бросит. И федеральное правительство, я думаю, тоже окажет поддержку. Это уже станица Должанская. От ветра и нагонной волны она пострадала больше всего. На домах уже сухих улиц можно увидеть красные метки. Это знак того, что жить здесь нельзя. Аварийное жилье помечает буквой А. Это около 100 домов. Так же, как и в Ясенской переправе, пострадавшие получат сертификаты на новое жилье. С помощью оперативных штабов из каждого района края в станице удалось разобрать практически все завалы. Одного мусора вывезено больше трех тысяч грузовиков. На пятачке, который недавно был под водой, Александр Ткачев встретился с должанцами. Сюда пришли почти все станичники. И каждый вопрос губернатору начинается с благодарности. В первую очередь тем людям, которые приехали на помощь из других районов края. И все это время были рядом с пострадавшими. Работали безотказно абсолютно все службы. И газовики, и медики, и электрики. Особенно я хочу поблагодарить краснодарских газаков. Многие говорят, что теперь больше помощи уже требуется не на улицах, а в юридических вопросах. Самое главное сейчас правильно составить списки по выплатам компенсаций. Одна из горячих тем – признание жилья аварийным. Губернатор заверил, через время дома снова будут проверять. По статистике, после сушки порядка 10% саманных домов могут изменить свою конструкцию и быть признаны аварийными. После удара стихии вся инфраструктура пострадавших территорий должна быть восстановлена как можно быстрее, подчеркивает Ткачев, уже на совещании. Более того, краевыми властями разработан генеральный план развития, в частности, станицы Должанской. В будущем место, на которое обрушилась стихия, должно стать одним из самых привлекательных на курортах Краснодарского края. Мы имеем шанс сегодня, с учетом того, что мы все здесь, этот курорт сделать таким, краевого федерального значения, не муниципального. Такой косы, такого берега, такой ширины пляжа, я думаю, что только в Майяне можно похвастаться. Это должен быть лучший на Асурском побережье курорт. Безусловно, пляжи здесь одни из самых лучших, большой потенциал. И указанная схема очень хорошо сбалансирована с природоохранной составляющей. Здесь место есть всем и птицам, и отдыхающим, и жителям. Природные катаклизмы непредсказуемы. И этот удар стихии еще раз доказал, что отработка действий в чрезвычайных ситуациях не формальная, а жизненно важная работа. Мы должны постоянно учиться, должны тренировать наши службы. Мы живем в достаточно сложных условиях, как на пороховой бочке. Поэтому ситуация, когда мы должны тренироваться, проводить всевозможные выездные учения, теоретические знания получать. ГОЧС должна работать на всех уровнях. Мы во многих районах вводим заместителей главпоселений по ЧС. Пункты наблюдения технические, с участием людей. Мы должны тратить на это средства. Поэтому казачество, ТОСы, общественные организации, все это, я здесь присутствую, замы главы администрации. Вы во многом отвечаете за эту работу. Потому что мы должны сберечь людей. Мы должны оповестить людей. В случае, че эвакуировать людей. Вот задача власти. Тем, кто попал в беду, нужна не только физическая помощь. В таких ситуациях важно поддержать крепкий дух, чтобы не поддаваться унынию. И здесь важно сохранить веру в свои силы. Люди должны видеть, что их не оставляют одних, говорит владыка Ейский и Тимошевский Герман. Слава Богу, что все прошло без человеческих жертв. Наша Ейская Тимошевская епархия тоже хотела бы, Александр Николаевич, принять участие в оказании посильной гуманитарной помощи пострадавшим. Мы привозим икону, написанную на святой горе Афон, троеручица икона. Больше двух тысяч человек сегодня с гордостью могут сказать, что помогли каждому, кто в этом нуждался. Глава региона поблагодарил всех, кто не остался в стороне и приехал сюда ночью, сразу после удара стихии. То, что все мы вместе помогаем нашим братьям, нашим землякам, вот так вот самозаверно, огромной самоотдачей, это говорит о том, что у нас с вами большое сердце, добрая душа. А по-другому мы не можем, потому что мы жители нашего любимого края, мы кубанцы. Вы разделяли беду вместе с нашими подтопленцами. Вы лишены были эти дни многого. Но уверен, что вы были нацелены на результат, потому что понимали одно и главное. Если не мы, то кто же? Спасибо огромное. Вы сделали большое правильное дело. Каждый штаб выполнил свое обещание – не уезжать, пока станица не вернется к нормальной жизни. И сегодня те, кто две недели помогал пострадавшим, отправились домой. Слушай мою команду. Всем муниципалитетам убыть места дислокации. Министерством, службам, департаментам края продолжить работу по реализации намеченных задач. Я вами горжусь. Спасибо. Добрый путь. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Антон Калиниченко, Кубань-24, Ейский район.